Шаббат шалом Благословляю всех вас, друзья. Привет всем с Тулы. Шаббат шалом из города Тулы. Шаббат шалом Израиль. Шаббат шалом Иерусалим. Шаббат шалом всем, 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 всем любящим Господа, чувствующим Слово Его, благогреющим пред именем Его. Вот, сегодняшний день, суббота, это такой праздник, великий праздник его, который мы празднуем вместе с ним. Вот, поэтому, конечно, в первую очередь поздравляю, как говорится, самого главного, виновника этого торжества, того, кто назвал этот праздник своим, как раз днем Господа, Спасителя нашего. Вот, и две главных причины, на самом деле, есть вот этого праздництва. Ну, есть много других причин, конечно, масса других причин, особенно в наш век, в наш день, сейчас уже ученые называют много других причин, которые не знали в прежнее поколение. Вот, но по-прежнему остаются две самые главные причины. Вот, субботы, это, ну, даже три. Потому что первое, все-таки, это просьба самого Господа, это Его откровение, это Его Слово. И Он говорил, это праздник мой, это Его праздник, вот праздники мои. И Он как раз говорил о субботе. Ну, а две причины такие, из Библии основные, другие, это первое, то, что Бог создатель мира, Он создал весь этот мир, видимый, невидимый, и создав эту землю, небо, нас на этой земле, Он действительно наш творец. И поэтому человек, верующий, празднующий субботу, он тем самым почитает царя царей, Господа господствующих, почитает самого важного, Бога богов, почитает Творца неба и земли. Потому что даже самим фактом, вот, именно празднование этого праздника Господнего, человек заявляет всему миру, получается, самому себе, что этот мир, он, как говорится, придуман не нами, этот мир придуман не мной, да. Этот мир придуман и создан Богом, вот, который создал весь этот мир и запустил механизм вот этот временного измерения. Все прекрасно создал он вообще. Вот, поэтому мы празднуем. То есть мы каждую субботу, получается, вспоминаем события, которые произошли 5779 с половиной лет тому назад, о которых описаны в Библии, в книге Бытие, сотворение мира, сотворение Адама и Евы, от создания человека, мы ведем, от первого человека, от Адама, ведем отсчет лет. Да, и на дворе, ныне, от создания мира, 5779 год, вовсю идет уже. Вот, и вторая причина из Библии, вот, говоря о субботе, это исход, исход, потому что когда Бог вывел нас из рабства, Он уже до юре, будем договориться, то есть до того было де-факто празднование субботы, а здесь стало де юре уже, уже это было записано в заповедях Божьих, а именно, ну, четвертая заповедь, получается, она вот в тех заповедях, как вот говорят, 5 заповедей, относящихся к Творцу, 5 заповедей, относящихся к Творению, вот, но на самом деле здесь все гораздо сложнее. Это довольно условное такое разделение. Многие богословы по-другому даже, поэтому, исходя из празднования субботы, как раз отсчет, по-другому говорят, что 4 заповеди, поэтому первых, относятся к Богу, 6 к человеку. Вот, потому что пятая заповедь уже о почитании отца и матери, родителей. Вот, хотя, опять-таки, и это довольно условно, потому что на самом деле все гораздо сложнее. На самом деле все 10 заповедей, каждый из них абсолютно относится и к Богу, и к человеку, вот, как-то таким странным, удивительным образом, непонятным нам порой. Вот, и, то есть, вторая причина, это события, произошедшие 3331 год тому назад. Потому что Бог вывел нас из Египта 3331 год тому назад. Времена Моисея вспоминаем. То есть, каждая суббота для нас, с того времени, начиная уже больше 3000 лет, это как маленькая Пасха такая. Ну, не маленькая, а вообще, как Пасха еще. Еженедельная такая Пасха, празднование Песоха. Воспоминания исхода из рабства. Есть много других причин. Одна из таких современных, самых современных причин празднования субботы, это вот современные исследования ученых, показывающих однозначно, медиков, ученых разных отраслей, разных наук, показывающих, что человек, сегодняшний, современный человек подвержен стрессам и болезней масса от стрессов этих. Вот, и век скоростей, как говорится, таких, да, современных, век информатики. Человеку архиважно, на самом деле, вот иметь покой. Вот, и вот еженедельный покой такой, самая лучшая профилактика всякого рода стресса. Вот, и усталость, и прочее, прочее. Такая перезагрузка, короче, перезагрузка, происходящая каждую неделю в жизни верующего человека. Удивительное время, поэтому сегодня, суббота, она стала для человечества, скажу так, ну, некой панацеей даже является от всякого рода, значит, болезней. Профилактика атеизма, безбожья профилактика трудоголизма, будем так говорить, да, стресса. Слава Богу. Так что благоставляю всех вас во имя Господне. С города Тулы. Здесь, сзади меня, река Упа. Тула, Упа, это все такие вот старые тюркские еще наименования. Здесь была ханша Тайдула, резиденция ее в Туле была. Ну, как бы, здесь ничего не было еще. Все начиналось с этой резиденции Тайдулы или Туйлы. Вот, и это та самая ханша, которая, согласно вот и житию, житьям святых и летописям, была исцелена, значит, здесь святителем Алексеем Московским, митрополитом, который сюда путешествовал, в эту резиденцию Тайдулы, и исцелил ее, эту ханшу. Она была, ну, заболела глазами или вообще даже ослепла по другой редакции. И вот после молитв Алексея Московского она была исцелена. Вот так вот, так что, да, кстати, и как раз говорят, что именно после этого была первая церковь здесь построена, собственно, деревянная. И потом стало село здесь, потом образовался город на этом месте, ну, так и сохранившее, наверное, это наименование. Только уже не Туйла, а просто Тула, Тула. А река так осталась Упа. Упа. Так что, друзья, благословляю всех вас во имя Господне. Да, да, благословляю. Шалом, шаббат шалом. Вот, благословение вам всем во имя Иисуса Христа. Аминь. Да, кстати, не, стой, не включай. Я сейчас запишу, как раз вот еще покажу. Вот, можете полюбоваться. Правда, Упа обмелела, лето жаркое. И речка стала, ну, чуть ли не в два раза, вообще, меньшей в сравнении с тем, что было весной еще. Здесь вот Ромаи ходят. Это мост. Вот этот обзор, вот так. Да. Здесь церкви, да. Оружейный завод. А, это музей, вернее, музей оружия, да. Вот. Так что, вот так. Да. Не, вообще, Тула красивый город. Вот так что, вот так. Благословения вам всем. Сдувы. От Журавлевых. Шабачалон. 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 Вот она, река Упа. Красавица. Да. Еще, следует, это, это души. Тоже.